Человек вспоминает известные слова церковного учения о том, что мы боги по благодати, но и дальше представляет себя в виде не бога, а башка общества потребления. Считает, что он создал бы свой мир, и этот мир был бы миром американской мечты, в нем все бы всегда было возможно, не было бы ограничений, люди бы пировали с хорошим вином, коньяком и закуской. Можно было бы делать то, что хочешь, и не делать того, чего не хочешь. Например, можно было бы не вставать утром на работу. Вы знаете, хорошо, что мир не создан таким, каким его хотели бы создать вы. Человек в этом мире находится не для того, чтобы находиться в нем всегда. Он в этом мире находится для того, чтобы наследовать вечность. И Господь приуготовляет его к этой вечности. Не через материальные блага, не через вот эти символы американские мечты. И Господь проводит нас через трудности, часто через страдания, для того, чтобы сказать нам, есть только одна истинная вера, есть только один путь в вечное блаженство. Это путь этой истинной, единственной истинной веры, путь добрых дел. И вот надо обращаться к истинному Богу. Мы Боги по благодати, то есть Господь дает нам возможность быть причастными к себе через веру, через таинство церкви, через добрые дела. Господь создал нас по своему образу и подобию. Господь открывает для нас возможность уподобления Ему, но при этом нужно помнить, кто все-таки есть истинный Бог. Читать священное писание и священное предание. И познав хотя бы немного истинного Бога, человек поймет, что его попытки вместо Бога поставить некоего идола, комфорта, удовольствия, земных потребностей, земных устремлений, это попытка не стать кем-то вроде Бога, хотя еще Адам пытался стать равным Богу, это попытка заменить истинного Бога на дьявола, на идола, который противоположен Богу. Поэтому посмотрите внимательно не в свою душу, а посмотрите на истинного Бога. Вы увидите, что ваша картина, предполагающая, каким бы Богом, в кавычках, могли бы быть вы, это дьявольская картина, это нечто, внушенное не Богом, а кем-то, кто Ему противоположен, вечным врагом человеческого рода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова